Ошеломительный успех театра «Искандера» в России вывел труппу на новый профессиональный и эмоциональный уровень, который необходимо поддерживать. А на это способна только сцена и зритель, которых сегодня актеры лишены из-за ограничительных мер. Но зрителю театр необходим не меньше, особенно сегодня в непростое и даже депрессивное время. Тот уровень, который мы достигли творческий, он достигается именно постоянной, непрерывной работой над спектаклями текущими, репетицией. Сегодня мы вот в таком режиме ожидания находимся. Мы все готовы вытерпеть, все готовы перенести, лишь бы театр работал. Остановка смерти подобна. Это закон любого активного творческого коллектива. Как утверждает Ракли Хиндба, театр может соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы. Как это делается, они увидели в гастрольном туре. В России, несмотря на стремительный рост заболевания COVID-19, театры не закрывают. Президент России Владимир Путин недвусмысленно, прямо дал понять, что театры закрываться не должны. Надо сделать все, чтобы театры работали, потому что в непростые времена, когда депрессия, когда, вот сейчас, например, осенний-зимний сезон, это время, ну, мало что радует в этот период, да. Театры должны дарить людям надежду, должны отдавать людям тепло, должны делать так, чтобы человек, выходя из зала, все-таки понимал, что жизнь не так уже плоха. По словам Ракли Хиндба, администрация театра без труда организует систему входа так, чтобы люди не толпились в фойе. Каждому зрителю будут выдавать маски и перчатки при необходимости, а рассаживать будут в шахматном порядке. Через кресло, да, по одному человеку, через два кресла, можно сажать два через два, если люди знакомые, там, муж и жена, например, они будут сидеть вместе, они друг друга не заразят, они живут в одной семье, да. Например, в Москве, в театре Цитарап, где мы играли спектакль «Кровавая свадьба», подошли к этому очень творчески. На тех местах, которые нельзя было занимать, сидели великие писатели, поэты, то есть их изображения вырезаны из фанеры, и там такая была художественная работа. Пушкин, Достоевский, Чехов, Лорка, кто угодно. Это было невероятно. То есть ты сидишь, а рядом с тобой занимает место великий ум или великий талант. С большой надеждой Росдрам ожидает отмену ограничения на работу театров в Абхазии. Оборудование сцены готовят к выходу актеров, а сами актеры готовы. Они как раз сейчас находятся на эмоциональном пике, после успеха за пределами родины. Там их творчество по достоинству оценили и любители, и знатоки театра. Отечественной публике их талант пока недоступен. Мария Анна Котова, Сосриква Гухава, Абазатова.